Когда-то эти известные всем гаражи устанавливали все, кому не лень. В Видном на проспекте Ленинского комсомола, рядом с Домом 25, появился целый городок этих строений. В 2002 году этот дом, ПЛК-25, был сдан в эксплуатацию, начали заселять жителей. В основном этот дом бывшие военнослужащие. У кого-то где-то на старых местах службы были гаражи. Плюс соседи подтянулись, начали ставить. Конечно, земля муниципальная, это все было поставлено незаконно. Что характерно, многие из них с течением времени из места для хранения автомобиля превратились, по сути, в кладовки, где доживают свой век, вещи, которые вроде и выбросить жалко, и держать в доме, только место занимать. Как именно многие хозяева используют ракушки, можно понять на примере вот этого гаража. Прямо напротив входа мы видим, растет огромный куст. Совершенно очевидно, что автомобиля внутри нет, и что там остается только гадать. Между тем, это место вошло в план по благоустройству придворовых территорий 2017 года. На месте этого железного городка совсем скоро должен быть город-сад. Засажены газоны, поставлены фонари и лавочки, организовано парковочное пространство. При этом припарковаться здесь смогут больше автолюбителей. Ведь одна ракушка – это два, а то и три открытых парковочных места. Жители этого микрорайона абсолютно не радуют вид данного двора. Ну и вот руководством района и города было принято решение сделать благоустройство данной территории. До 1 мая все владельцы могут самостоятельно вывести свои ракушки. И, как мы видим, многие уже сейчас это делают. Игнорировать это мероприятие не следует. При сносе подобных незаконных строений все имущество, которое будет внутри гаража, отвезут на свалку. А бывший владелец заплатит штраф. Впрочем, большинство из них – сознательные граждане. До 1 мая надо убрать, это 1 мая уберем. А внутри там как у вас вещи, которые останутся? Ну я уже нет, ну сейчас уже половину все, что надо было, вынес. То, что не осталось, уберем и все. Отрадно, что многие автолюбители все же начали убирать свои ракушки. Но тут возникла другая проблема. Железный каркас они сносят, а вот многие вещи, которые находились внутри, тут же и оставляют. В результате территория постепенно превращается в банальную помойку. Мамаши проходят с детьми, гуляют, собственники окна, чьи выходят во двор. Вот весь этот мусор, грязь наблюдают. Поэтому убедительная, конечно, просьба, вот кто будет сносить дальше, выйдите, уберите за собой. Очень часто жители ругают муниципальные власти за то, что уборка некоторых городских площадей происходит не на должном уровне. Пришел черед жителей показать, насколько они сами готовы наводить порядок на улицах Видного. Максим Козлов, Владимир Бижонов и Екатерина Чернышева. Видное ТВ.